Из беседы святителя Назотовуса продолжение вчерашней беседы о любви. Недостаточно ведь говорить только на словах, что мы любим, а необходимо представить доказательства и на деле, так как и он сам показал свою любовь не на словах только, а и на деле. Если кто хочет любить искренне и узнать силу любви, то пусть спешит питомцу ее блаженному Павлу. И тот научит его, как велик подвиг перенести разлуку с любимым, и сколь великая душа требуется для того. В самом деле, этот Павел, совлекший в себя плоть и сложивший тело, обходивший вселенную почти обнаженной душою, исторчий из духа всякую страсть, подражавший бесстрастью бестелесных сил, хотя и переносил легко и все остальное, но как бы страдая в чужом теле и темнице, и узы изгнания, и бичевания, и угрозы, и смерть, и все виды наказания, но разлученный с одной любимой им душой, так был расстроен и смущен, что тотчас ушел из города, в котором ожидал увидеть любимого человека и не нашел его. Что это, блаженный Павел, заключенный в колодке, живя в темнице, имея отпечатлевшиеся следы бичеваний, с текущей по спине кровью, ты вводил в таинство, крестил, приносил жертву и не прибрег даже и одним человеком, который должен был получить спасение, а придя в Трааду и найдя Ниву расчищенной и готовой принять семена, ты выпустил из рук такую прибу и тотчас ушел. Да, говорит, потому что я одержим был силой уныния, потому что мой дух очень смущало отсутствие тита, и печаль так овладела мною, так осилила меня, что принудилась делать это. Видишь, какой величайший подвиг быть в состоянии спокойно перенести разлуку с любимым человеком. Как горестно и печально это дело, как оно требует для себя души, возвышенной и мужественной. Для любящих недостаточно одного лишь соединения душой. Они не довольствуются этим для своего утешения, а нуждаются и в телесном присутствии друг подли друга. И если этого нет, то отнимается немалая доля радости. О, пламенная страсть любви! Павел, несращающийся огня, адамантовый, твердый, непреклонный, неодолимый, говорящий, кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, дерзовенно попирающий землю и море, посмевающийся над железными вратами смерти, этот самый Павел, когда увидел слезы у любимых им людей, так был сокрушен и расстроен, что даже не скрыл своей скорби, и тотчас же сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете, сердце мое. О, диво! Эта адамантовая душу могла сокрушить слеза? Да, говорит, потому что велика сила любви, она побеждает и осиливает меня. Против всего могу я устоять, кроме любви. Кто не изумится? Кто не удивится? Лучше сказать, кто может достойно изумиться и удивиться этой мужественной и достигающей до небес душе, подумав о том, что он, будучи заключен в Акове и темницу, послал послание филиппийцам из такого отдаленного места. Вы ведь знаете, как далеко Македония от Рима. Но ни дальности пути, ни продолжительность времени, ни множество дел, ни опасность, ни непрерывное бедствие, ни иное что, ни исторной в нем любви и памяти об учениках, напротив он всех их имел в своей мысли. И не так связаны были его руки оковами, как связана и пригвождена была душа любовью к ученикам. Как зайдя утром на престол, и севший в царских чертогах, Тачас принимает отовсюду тысячи писем, так и он, сидя в темнице, как в царских чертогах, постоянно посылал и получал отовсюду еще гораздо больше писем, от обращавшихся к его мудрости и доносивших ему о всех своих делах. Такова сила любви. Она объявляет и соединяет и связывает не только присутствующих, присутствующих, находящихся вблизи нас и на наших глазах, но и далеко отстоящих от нас. И ни продолжительность времени, ни дальность дорог, ни другое, что подобное не может разорвать и растолкнуть душевной дружбы. Я знаю человека, который, прося святых мужей за друга, увещевал сначала молиться о нем, а затем уже о себе самом. Знаю и Павла, который готов был даже без просьбы отдать душу свою и впасть в гиенну за любимых им. Пламенеющее сердце должно любить так, чтобы казалось, что нелюбимый тобою должник твой, а сам ты должник ему за то, что имеешь его должником. Любящий хочет не только повелевать, но чтобы и им повелевали. Он радуется, более получая повеление, чем повелевая сам. Любящий хочет лучше давать, чем принимать, желает лучше иметь друга должником, чем сам быть должным ему. Любящий хочет оказывать благодеяние любимому и не хочет показаться благодетельствующим, хочет быть виновником благодеяния и в то же время не хочет показаться виновником благодеяния. Не разумеете, здесь прошу вас просто друзей, соучастников трапезов, считающихся друзьями по одному лишь имени. Кто имеет друга, о котором я говорю, тот поймет мои слова. Друг сладостнее настоящей жизни. Вот почему многие после кончины друзей не желали даже и жить более. Подлинно друг в вожделении самого света. Лучше для нас, чтобы погасло солнце, чем лишиться друзей. Многие, хотя и видят солнце, пребывают во мраке. А кто имеет в избытке друзей, тот не может потерпеть никакой скорби. Но если чья-нибудь дружба вредит тебе, отвергни ее от себя. Если мы часто отсекаем те или другие из наших членов, когда они бывают неисцелимо больны и вредят другим, то тем более тоже нужно делать и в отношении души. Ничто так не вредно, как дурное сообщество. То, чего не в состоянии сделать необходимость, часто может сделать дружба как во вред, так и на пользу. Кто ведет дружбу с врагами царя, тот не может быть другом царя. Ненависть ради Христа гораздо лучше дружба ради Него. Когда нас любят ради Бога, мы оказываемся должниками Ему за честь. Когда же нас ненавидят, Он сам является должником нам, должным нам честью. Аминь. Аминь.